Добрый день, друзья! Я Быстрый Олег вновь с вами. Сегодня воскресенье, 10 июня. Фестиваль продолжается, погода красивая, у всех позитивное настроение. Сегодня мы смотрим комедию «Самоубийца». Название, конечно, не очень, но актеры прекрасные. Евгений Стычкин, Гоша Куценко, Марат Башаров и другие актеры. Так что мы на позитиве сегодня. Сегодня комедия. Девушки с хорошим настроением. Все на атмосферу. Я представляю вам Ирину Павловну. Она директор русских программ Московского международного фестиваля. Это потрясающий кинокритик. Человек, который формирует своими статьями, своим взглядом на российское кино вот это пространство российское утро. Мисс Павловна, she's a director of the Russian programming of the Moscow International Film Festival. And she has a very great influence on direction of Russian cinematography. И у нас будет круглый стол с Ириной Павловой завтра в час дня. Если кто-то интересуется проблемами русского кинематографа, Ира расскажет. Плюс еще во время этого круглого стола будет фильм о фильме. Фильм Славы Россо о том, как снималась Сибирь Мономон. Нет, сначала все-таки несколько слов хотела бы сказать. Не столько даже о картине, потому что картина совершенно понятная. И я сомневаюсь, что после нее будут вопросы. Я хотела бы сказать не о картине, которую вы увидите, и представлять ее особо не имеет смысла, потому что если вы пришли сегодня в теплый воскресный день на нее, то вы знаете, что вы пришли на веселое и развлекательное зрелище. Я хотела бы сказать несколько слов о продюсере этой картины, об Александре Стриженове. Саша Стриженов был очень популярным актером в России. Потом, как водится, с актерами переквалифицировался сразу в две ипостаси. В популярные телеведущие. Вместе с женой своей Екатериной Стриженовой он вел популярную программу «Утреннюю» на Первом канале. И очень хотел попробовать свои силы в режиссуре. Собственно говоря, благодаря своим друзьям, в частности, тогдашнему директору Московского кинофестиваля Ренату Давлитьярову, спродюсировавшему несколько фильмов, Саша стал режиссером. Но дело в том, что он очень позитивный, жизнерадостный человек. Он вообще не понимает, Он честно признается, Я не понимаю серьезного, скучного, требующего от человека нервы кино. Я люблю кино, которое увлекает, зажигает, веселит, пугает. То есть я люблю кино, которое приносит коммерческий успех продюсеру, И которое приносит удовольствие зрителю взаим. И вот это его первая серьезная продюсерская работа. Он до этого был сопродюсером, копродюсером, Исполнительным продюсером, Начиная с его продюсерской деятельности. А сейчас он главный продюсер этой картины. Картина с названием, которая долго обсуждалась, Принесет ли это название, Приведет ли это название публику в зал, Публика будет пугаться этого названия, А если не будет пугаться, то придут мрачные готы Вместо веселых жизнерадостных зрителей. Но все равно решили, оставим название самоубийца. И оставили. Хотя кино, как вы понимаете, веселое и комедийное под стать продюсерам. Словом, действительно, первое время, Когда картина только начинала свою прокатную жизнь, Публика пугалась названия. Но большинство из вас русские знают, Что такое в России сарафанное радио. Оно работает лучше телевидения, лучше интернета, Лучше всего на свете. Одним словом, фильм был прокатан в России с большим успехом, Потому что, как бы то ни было, Трудна жизнь или легка, Скучна она или интересна. Человек такое животное, он любит, когда его радуют. И если человека радуют, если человека смешат, Если человеку делают приятно, То у него включается гормон радости, независимо ни от чего. Он все свои проблемы оставляет дома, на кухне, Ссоры с женой остаются в квартире. А вот этот гормон радости срабатывает в кинозале. Чего, собственно, я вам и желаю, Чтобы включился гормон радости во время этого просмотра. Я хочу сказать, что фильм «Самоубийцы» — это картина, Которая действительно высекает позитивную ноту в зрительном зале, Безусловно, несмотря на свое мрачное название. Но когда говорят о том, что хотелось бы побольше таких фильмов, Я задам встречный вопрос. Скажите, а сколько у нас появилось за последние лет 50 Леонидов Гайдаев? Один. И больше не было. Дар комедиографа — редчайший дар. Очень мало людей. Комедии снимать может кто угодно. Смешных, остроумных, позитивных среди них будет ноль. Понимаете? Потому что это особый дар. Я могу перечислить по пальцам одной руки На моей памяти свершившихся комедиографических карьер. Это, смотрите, Леонид Гайдай, это Эльдар Рязанов, Отчасти Георгий Данелия. И последний русский комедиограф — это Юрий Мамин. Вот четыре, и один пальчик еще лишний остался. И поэтому вот появился сейчас Егор Баранов. И ура! Мы не знаем, получится ли у него дальше карьера комедиографа, Или, может быть, так звезды совпали, что картина получилась такой веселой и позитивной. Но вырастить комедиографа невозможно. Точно так же, как невозможно вырастить комедию. Она либо да, либо нет. Это Божий дар. И, к сожалению, Господь распоряжается сам этим даром. И мы повлиять на него не в состоянии. А что можете пожелать следующему фестивалю? Следующему фестивалю, ну, во-первых, как всегда, пожелаю ему удачи, успеха, расширения. Чтобы весь Торонто стоял на ушах, когда начинается русская неделя в Торонто. Я хочу, чтобы организаторы выходили в зал с веселыми, удовлетворенными, А не мрачными и усталыми лицами. Я хочу, чтобы у них было мало работы и много результатов. Я говорю, как организатор фестиваля в Москве, потому что работа тяжелая. Удовольствие доставляет несколько минут, а негатива несколько месяцев. И я хочу, чтобы у этого фестиваля было счастливое будущее, чтобы фильмы сыпались с неба сами, чтобы организаторы их только отпихивали лишние. И все время ходили улыбающиеся, как и их зрители. Организатор улыбается. Спасибо, Ира. Это старший товарищ называется. Спасибо старшему товарищу. Минуты счастья и месяцы тяжелого труда. Спасибо, Ира. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...